Всем привет! С вами Евгений, MobileTelephone.ru А перед вами два интересных телефона LG Nexus 4 и Samsung Galaxy S3 Популярные телефоны среди пользователей кореец и кореец Давайте сравним производительность Для начала запустим их Пошла загрузка И перечислю некоторые характеристики Фронтальная камера присутствует 1.3 Мп у Nexus 4 и 1.9 Мп у Galaxy S3 У Nexus 4 нет физических клавиш под экраном Но здесь под экраном находится светодиод для оповещения пользователя о пропущенных событиях У Galaxy S3 здесь две сенсорные кнопки Физическая клавиша домой Загрузился он первым Всегда быстро загружается Nexus 4 отстал незначительно Ну и договорю про особенности дизайна Диагональ экрана у Galaxy S3 составляет 4.8 дюйма, разрешение 1280 на 720 точек Панелька HD Super AMOLED 306 ppi с пентайлом У LG Nexus 4 4.7 дюйма, разрешение 1280 на 768 точек Панелька True HD IPS Plus 320 ppi Стекла горелых глаз и там и там Рабочая зона у Galaxy S3 побольше Вы видите, что пространство съедается у Nexus за счет виртуальных клавиш По высоте Ну, они примерно сопоставимы Виртуальные клавиши у Nexus 4 могут выглядеть неудобно Но на самом деле с ними очень удобно работать По ним легко попадать и случайно нажатия исключены По крайней мере, я вот случайно ничего ни разу не нажимал Здесь вы видите, что достаточно большое пространство снизу и сверху Достаточно для рук То есть в игрушках ничего случайного у вас здесь не будет В Galaxy S3 тоже рационально использовано пространство снизу и сверху Тоже как раз для рук На левом торце качалка громкости там и там Здесь же слот для micro-SIM у Nexus На нижнем торце микрофончики дополнительные Точнее, основные разговорные micro-USB порты На правом торце клавиши питания Наверху 3,5 мм И там, и там, и микрофоны Такое ощущение, что они друг у друга подглядывали, не знаю, как разрабатывали В общем, слоты везде располагаются в одних местах Сзади 8-мегапиксельные камеры со вспышкой, с автофокусом Записывают видео в максимальном разрешении в Full HD Гранкоговоритель у Galaxy S3 располагается справа от камеры На самом деле, я только сейчас вот заметил, что Задняя крышка у Galaxy S3 напоминает рожицу Такой, какой-то пятачок свинячий Глазки по бокам И Samsung, как кривые зубки у него Смешная такая панелька У LG Nexus 4 громкоговоритель внизу Рядом с небольшим логотипом Основной логотип это Nexus То есть подчеркивается, что это телефон из серии от Google Самый стоковый, ванильный и коробочный опыт платформы Android, что может только быть Крышка у него имеет такую вот палитру, я не знаю как назвать Мозаику, которая переливается и очень классно выглядит Мне это нравилось и на фотографиях И вот вживую прям впечатлено, не знаю, ну Очень стильно, очень интересно Прям не хочется сюда никакой чехол надевать Еще непонятно, что здесь за материал Но я на MVC 2013 в Барселоне спросил у представителя компании Он сказал, что сзади горела глаз То есть и спереди она, и сзади Но царапин никаких сейчас вот нет Надеюсь, что и не появится Пока ничего не треснуло Пугали так, фу-фу-фу-фу Но все нормально И нагрев тоже, многие критиковали девайсы нагрев Я не могу подтвердить это Потому что девайс нагревается, как и другие топовые андроиды Ничего такого сверхъестественного я не заметил Скорее всего, у меня здесь 11-я ревизия девайса То есть самая новая и новейшая программа обеспечения Возможно, что-то уже пофиксили здесь И все исправили Так что ни нагрева, ни трещин Небыстрого разряда я не заметил у Nexus'а своего Давайте покажу еще Пластик Galaxy S3 Скучный пластик такой белый Есть другие цвета Но в общем и целом все одно и то же Выглядит, конечно же, менее интересно То есть за дизайн Однозначное очко переходит к телефону от LG И раз мы посмотрели на громкоговорителя Давайте послушаем, что они выдают нам Какое звучание интереснее Продолжение следует... Динамик расположен более удачно у Galaxy S3 Не особо перекрывается звучание У Nexus'а щель это моментально закрывается Столом и рингтон вы наверняка пропустите Звучание громче у Nexus'а Но более писклявый динамик Однако у Galaxy S3 он более грязный Тоже не особо у него много низов Так что не знаю, какой лучше решать для себя Но вот, конечно, жаль, что рингтон будет перекрываться Поэтому нужно будет подкладывать что-то под телефон Чтобы вы не пропустили рингтон Либо класть девайса таким вот образом Но здесь у нас имеется стекло Выпоклое Бортиков защитных нет Так что велика вероятность того, что вы поцарапаете Эту прекрасную переднюю панель Очень удобно в использовании этой скругленности Но не всегда практично Так что решайте Либо вы будете пропускать рингтоны время от времени И будете любоваться за то такой вот стильной задней панелью Либо придется прятать ее под чехол Теперь давайте посмотрим Какие результаты телефоны выдали нам в бенчмарках У Nexus 4 17200 почти очков В Antutu У Galaxy S3 16000 В Ниномарке В первом 58,9 FPS У Nexus У Galaxy S3 60 FPS Ниномарк 2 57,5 FPS У Nexus У Galaxy S3 58,3 Так, иди дальше Ага, в другую сторону надо идти В квадранте У Nexus 4 970 А у Galaxy S3 6000 Geekbench 2049 у Nexus И 1738 у Galaxy S3 Виаллама теста HTML5 1409 у Nexus И 1670 у Galaxy S3 Тест железа 604 И 556 Эпик цитадель 47,6 FPS набрал Galaxy S3 А у Nexus 4 Результат 54,3 То есть Кое-где выигрывает Galaxy S3 По тестам кое-где Galaxy S4 Но могу сказать, что Оба телефона прекрасно показывают Демонстрируют себя в играх И давайте Перейдем к ним Первой игрой будет Modern Combat 4 Итак, загружается игра Давай скорее Загрузилось и мы начинаем Новая игра Да Норма Норма И выключить гироскоп У Nexus 4-х ядерный процессор Qualcomm Snapdragon S4 Pro 1,5 ГГц Графика Adreno 320 2 ГБ оперативной памяти Galaxy S3 1,4 ГГц 4 ядра Exynos 4412 1 ГБ оперативки Графика Mali 400MP Я, к сожалению, пока Читал характеристики Проморгал момент Какой телефон быстрее Загрузил игру Надеюсь, вы видели Вот у нас разница В цветопередаче Уже пошла Мне экран больше нравится У Nexus Давайте подбежимся А вы Наблюдайте внимательно Проседает ли FPS Могу сказать, что Визуально Проседает Немножко Теперь посмотрим на Nexus Ну и плавнее На Nexus Идет, конечно, она Вообще В сети Имеется некорректное Такое представление На том, что Qualcomm Snapdragon S4 Adreno 320 Некорректно работает С играми Плохо их воспроизводит Тормозит В общем, все На самом деле Это не так Производительность Достаточная Но, к сожалению Либо Производители Виноваты Либо Разработчики Игры Виноваты В том, что Не всегда Все нормально Именно с Кэшем Еще одной Жертвой Недоптимизированности Является игра Need for Speed Most Wanted Смотрите, какая Разная яркость У телефонов Точнее Разный белый цвет В общем На Nexus 4 Тоже пришлось Ставить пиратку В противном случае Кэш Качается С Низким ровнем графики Нет Луж на дорогах Ну а для полноценного Тестирования Производительности Необходимо Показывать Максимально возможную Графику Визуальную составляющую Напоследок Стоит сказать Про время работы И там и там Емкость батареи 2100 мА Однако работает Дольше все-таки Galaxy S3 Это связано Главным образом С экраном HD Super AMOLED И Pentile Делают свое дело Однако не могу сказать Что Nexus 4 Является Прожорливым девайсом Все-таки Зависимость Есть большая От того Как именно Вы используете Истройство Ну и В режиме ожидания Вот видите Что девайс Nexus 4 Пролежал у меня Здесь 5 Почти 6 дней На 25% Еще заряда осталось Если конечно Играть в игрушки То Сядет он у вас быстро Так же как сядет быстро И Galaxy S3 Именно под нагрузкой Разницы никакой Как таковой А вот При повседневном использовании Звонки Немного там Интернета У вас будут Примерно одинаковые результаты Ну заряжать будете Каждый день В сухом остатке Мы имеем Два очень Крутых смартфона Дизайн И Материалы Конечно же За LG Nexus 4 Это бесспорно Я не знаю Кто поставит Здесь Очко Galaxy S3 Потому что Все критикуют Его именно За дизайн За материалы Производительность Хорошая В обоих случаях Камеры Тоже хорошие Примеры На Nexus 4 Будут в обзоре Ну и Со временем Еще постараюсь Сделать Обзор Подготовить Сравнительные фото И видео С Galaxy S3 Чтобы вы Сами все Увидели Своими глазами Спасибо за внимание Подписывайтесь Комментируйте Задавайте вопросы До свидания Субтитры сделал DimaTorzok